привет народ посылка с новой почты посылка не одна давайте вскроем для начала одну потом посмотрим что будет дальше здесь у нас ножичек tealite вот так вот он называется кофе у да уж ножичек в принципе абсолютно новый не знаю почему причину ну в общем хозяин попросил у данного ножа убрать вот эти вот вот эту вот историю вот с этой стороны и с этой стороны вот эти зубья убрать это раз ну и жалуются что неудобно открывать то есть нож спокойно не открыт то есть его поддевать очень сложно вот баночка вот это вот шпенек очень сложно подцепить то есть фактически он скользит то есть попросил сделать вот выборку такую здесь вот в этом пластике ну и я думаю мы его поставим по центру потому как клиночек очень сильно спит не по центру вот как бы вот такие вот моменты мы сейчас устраним ну да вот подцепить его фактически палец промахивается то есть он проходит дальше то есть даже ситуация у меня была вот с данным ножичком но это как-нибудь выберем тему для разговора и сделаем отдельное видео но с этим ножом с этим ножом будем сейчас разбираться немножко нож новый за . заводская сейчас будем посмотреть что что ему сделать дабы дабы он не болел подлечить его и так для начала нужно 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 разобрать данный нож а точнее снять вот эту вот накладочку так что наша тарелочка пока ничего не видно да соль вот так вот вот кто-то спрашивает русик зачем ноготь на мизинце вот смотрите без ногтя его ну никак не достанешь этот болтик а с ногтем пожалуйста очень удобно так ну вот в принципе с этой стороны и все дальше мы берем десятый торкс и разбираем осевой в принципе вот так вот ножичек разбирается так 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 второпластовая шайба нам не нужны то есть вот сейчас мы на наждаке выровняем вот эту площадку сделаем ее ровной с этой стороны точно так же ну и здесь здесь делаем вот такую вот выборку то есть вот на данном ноже тоже не было вот этой выборки под палец я делал отдельно потом то есть здесь такую же историю мы сейчас сделаем заполируем я добавил ну минимизировать как бы видимое вмешательство ну и посмотрим чем все это кончится поехали на наждак ставим наждачку крупной фракции и убираем шипы смачиваем воде постоянно не подпалить это было бы конечно удобнее делать на гриндере или на бесконечки у нас получается вот такой вот сатин с этой стороны ну в принципе он такой и был теперь с этой стороны делаем то же самое ну и и Субтитры подогнал «Симон» 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 ну вот я ничего не делал если мы собираем но что уже он становится посадок я просто прижимаю пальчиками и вот уже клиночек видите да становится по центру вот так вот если хорошенько прижать но это мы посмотрим сейчас при сборке ножа когда соберем его станет ли все у нас правильно для начала я все-таки думал нужно да вот эту верхнюю вот эту вот поверхность полностью сделать однородной дабы вот этого перехода не было видно вообще возвращаясь на наждак и полирнул уже на водочном на вулканитовом круге это все убираем этот кружок ставим вулканитовый круг это прорезиненный кружок чтобы было понятно если кто не знает в принципе в яндекс поможет я думаю или google вулканитовый круг наберите в интернете и все станет на свои места и так поехали и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну вот в принципе и все Теперь у нас верхняя плоскость выглядит абсолютно одинаково Нет никаких отличий, перепадов, то есть ровненько Вот так вот это теперь выглядит Давайте как-то свет поймаем Вот так вот, да? Нет никаких отличий, перепадов, все замечательно Мелкий такой, мелкий, мелкий, мелкий такой сотенчик получился Вот здесь вот у нас Вот так вот Вот так вот и он идет до конца В принципе Все блестит, все выглядит чудесно, все замечательно Так, дальше собираем клиночек Нам нужно теперь вот здесь сделать выборку под палец Давайте мы, давайте мы, давайте мы, давайте мы нож соберем Соберем нож и посмотрим, что здесь, как лучше развернуть эту ситуацию Ну вот, как бы, для открытия нам нужно, видите, да, вот, чтобы открывать Давайте вот так вот, почти, почти вровень, да, вот этот шпенек А нам нужно сделать под него небольшое углубление Под палец с этой стороны, дабы открывать вот Нож нам было намного удобнее Дабы палец четко находил возвышенность и четко на нее становился А так он иногда просто проскальзывает Вот, вот, просто проскальзывает, не упирается Поэтому Поэтому, поэтому, поэтому Сейчас попробуем, что это у нас Угу, все очень просто, ножом срезается Вот так мы, в принципе, наверное, и сделаем сейчас это все Вот таким вот образом Все очень просто Ножичком делаем фаску такую Даже не нужны нам никакие бормашины И другие подручные средства Очень неплохо Как по мне Так фаска снимается вот Обычным сапожным ножом То есть я сейчас четко контролирую ситуацию Понимаю, куда мне нужно подрезаться Чтоб было все это и красиво, и эстетично И все было замечательно Ну вот еще С этой стороны еще чуть нужно Ножом работаю специально Таким Туповастым Потому что если возьму острый нож То есть этот нож полностью весь Блестит и светится Вот видно, да, сейчас Он абсолютно такой Тупой То есть я им режу гвозди Строгаю иногда Когда нужно что-то Где-то так вот Если я возьму Острый нож То я сниму это все за один раз Но эффекта такого не будет То есть Он очень Очень-очень хорошо зацепит И вырежет просто кусок оттуда А мне нужно такой Эффект Строгания Сделать Ну вот в принципе Вот сейчас То что я хотел Что хотел То и наблюдаю Так Собираем осевой узел Затягиваем его Смотрим Ну вот такой вот Получился ножичек Без этих вот Усов Собираем нож В принципе Нужно для того Чтобы его собрать Его нужно сначала Разобрать Смазать А потом собрать Потому как смазку Я сюда не капал Поэтому мы его сейчас Разбираем Капаем капельку смазочки И собираем По новой Смотрите Сначала зажимаем плотненько, а потом уже когда соберем нож, тогда уже его отпустим, вернее выкрутим. Посадим на фиксатор резьбы и зажмем по-новому, отрегулируем уже. Маленькие винтики я не буду сажать на фиксатор резьбы, потому как здесь его достаточно, видите, да, и он здесь, как правило, на маленьких винтах очень хорошо работает. То есть излишнего фиксатора здесь не нужно добавлять. Винтики крутятся, это плотненько довольно-таки. Зажимаем. Не понял. Ага, все понял. Это отсюда. Разного диаметра болтики. Оказывается, у нас здесь были... Здесь стулочка чуть большего диаметра, чем вот эти вот маленькие-тоненькие. Есть контакт. Ну, видите, да, ничего я не делал абсолютно, и клиночек уже у нас ровненько, четко, посередочке, как он и должен быть. То есть, ну, абсолютно все происходило на ваших глазах. Вот так вот это все делается. Так, теперь мы что делаем? Мы теперь уже, когда все остальные винты у нас собраны, теперь откручиваем осевой винтик, капаем фиксатор резьбы, потому что он был разболтанный, то есть он вообще легко открутился. И только потом зажимаем его. Капаем капельку буквально. Даже меньше, чем капелька, я бы сказал, уходит. Через вот иголочку, если дозировку делать. Вот таким вот образом. Ну вот, в принципе, и все. Капельку смазки еще нужно капнуть на сам шарик. То есть вот, 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 вот он, видите, да, шарик. На сам шарик капельку, капельку, совсем капельку нужно капнуть смазки, потому что он, ну, должен иметь мягкий ход. А так он очень жестко трется от клиночек. Вот все, сейчас он летает уже. В принципе, вот и все. То, что хотел хозяин, то, в принципе, он сейчас и получает. Регулируем плавность хода. Ну, очень сейчас. То есть, под своим весом падает клиночек. Просто вылетает нож. Такое ощущение, что здесь какой-то оси стоит. То есть, что, что, что-то помогает ножу вылетать. Просто вылетает с бешеной скоростью. Я в шоке. То есть, действительно, вылетает с бешеной скоростью очень-очень-очень. Ну, в принципе, вот на этом и все. Появился маленький люфт. Сейчас я чуть-чуть поиграю с этим ножом еще и подтяну его. То есть, нужно, чтобы просто смазочка притерлась. И вот уже люфта нет. Все нормально уже. То есть, в любом случае, нож должен разработаться немножко. И потом еще раз подтянуть осиловинтик. Ну, вот, в принципе, и все. Клин у нас теперь по центру. Нож летает. Ребра, которые просили, мы убрали. Вид имеет нож. Эстетичный. Все красиво. Все замечательно. На этом все. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok